На большинстве карт не указаны границы морей, поэтому создаётся впечатление, что они плавно переходят друг в друга и в океаны. Но на самом деле границы морей проходят не только по морскому дну. Разная плотность, солёность и температура приводят к тому, что на стыке морей словно наталкиваются друг на друга две стены. В нескольких местах на Земле это даже визуально заметно. Вы на канале Я в шоке, приятного вам просмотра. Наиболее ярко границы морей или моря и океана видны там, где возникает вертикальный голоклин. Что это за явление? Голоклин – это сильная разница в солёности между двумя слоями вод. Жак Ивкусто обнаружил это же явление при исследовании Гибралтарского пролива. Слои воды разной солёности как будто разделены плёнкой. В каждом слое своя флора и фауна. Чтобы возник голоклин, один массив воды должен быть солонее другого в пять раз. В этом случае физические законы будут мешать водам смешиваться. Любой может увидеть голоклин в стакане, налив туда слой пресной и слой солёной воды. А теперь представьте вертикальный голоклин, возникающий при столкновении двух морей, в одном из которых процент соли в пять раз выше, чем в другом. Граница будет вертикальной. Чтобы увидеть это явление своими глазами, поезжайте в датский город Скаген. Тут вы и увидите место, где встречаются Северное море с Балтийским. На границе водораздела часто можно наблюдать даже небольшие волны с барашками. Это наталкиваются друг на друга волны двух морей. Граница водораздела так сильно заметна по нескольким причинам. Балтийское море сильно уступает по солёности Северному, плотность у них разная. Встречи морей происходят на небольшой площади и к тому же на мелководье, что затрудняет смешение вод. Балтийское море – приливное, его воды практически не выходят за пределы бассейна. Но несмотря на эффектную границу этих двух морей, воды их понемногу смешиваются. Только поэтому Балтийское море и обладает хотя бы небольшой солёностью. Если бы не поступление солёных потоков из Северного моря, через это узкое место встречи Балтийское вообще было бы огромным пресноводным озером. Похожий эффект можно наблюдать на юго-западе Аляски. Там Тихий океан встречается с водами Аляскинского залива. Они тоже не могут сразу смешаться. И не только из-за разницы в солёности. У очень колоритен. Воды сильно различаются по цвету. Тихий океан более тёмен, а пополняемый ледниковыми водами Аляскинский залив – светло-бирюзовый. Визуальные границы водных бассейнов можно увидеть на границе Белого и Баренцева морей, в Баб-Эль-Мандопском и Гибралтарском проливах. В других местах водные границы тоже существуют, но они более плавны и незаметны глазу, так как смешение вод происходит более интенсивно. И всё-таки, отдыхая в Греции, на Кипре и на некоторых других островных курортах, несложно заметить, что море с одной стороны острова ведёт себя совершенно иначе, чем море, омывающее противоположный берег. Всем большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, оцените его лайком. Подписывайтесь на канал. А вам всего хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok